Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы, причем от людей разного возраста. И вот нам прислал несколько вопросов мальчик по имени Алеша. И эти вопросы мы выделили в отдельную тему, так их и назвали. Вопросы от Алеши. Сейчас я постараюсь на них ответить. Как поверить в Бога? Очень хороший вопрос. На самом деле, он меня отчасти поставил в тупик, если честно сказать. Но вот я постараюсь так ответить. Ну вот все мы, верующие, понимаем, что у нас есть душа. Я думаю, что и неверующие тоже, потому что если сказать о человеке, что он бездушный, это сказать о человеке очень негативно. Значит, вот и у Алешеньки мы спросим, Алешенька, есть у тебя душа? Я думаю, что он скажет утвердительно. Конечно, есть. Но если есть душа, значит, и есть Бог, который вместе с этой земной жизнью даровал тебе и твою бессмертную душу. Самое главное – понять, что Бог есть. Это первое. Второе, еще может быть более трудное – понять, осознать, принять душой, что Господь любит каждого человека. Невзирая на пол, возраст, национальность, социальное положение, еще какие-то вот внешние такие атрибуты, свойственные человеческой жизни. Господь любит каждого человека, потому что он есть. И вот тебя любит, Алешенька. Но вот что-то бывает трудно принять. Но если у тебя есть душа, если ты стремишься к Богу, так и скажи, Господи, я не умею верить. Ну, научи меня. И уверяю тебя, ты почувствуешь ответ в своей душе, поскольку она у тебя есть. Вот второй вопрос Алешенька задает. Что такое воля Божия? Как научиться ее понимать и исполнять? А воля Божия всегда благая и совершенная. И направлена на спасение человеку и на то, чтобы он достиг самого главного блага. Богообщение еще в этой жизни и в жизни вечной, которая нам представляет. И вот воля Божия на это и направлена. И вот надо понимать, что воля человека, к сожалению, может быть противоположна воле Бога. Господь хочет нас спасти, а мы хотим, допустим, безобразничать. Не слушаться, ругаться, скандалить, драться, еще что-то. Здесь нет воли Божией. А если человек стремится понять, вот чего желает от нас Господь. А Господь оставил нам заповеди. Вот значит, нужно прочитать эти заповеди. Они есть. И они и в учебниках есть. Законы Божии и в Библии есть. Но Библию читать труднее. Это чтение для взрослых людей. А вот лучше детская Библия или вот закон Божий. Родители знают, попросить, чтобы родители отвели в храм и попросили священника, чтобы он поговорил с их сыном, с Алешей. И тогда, вот познавая заповеди Божии, будешь познавать и волю Божию. Вот это угодно Господу, значит, это нужно творить. А это не угодно Богу, значит, это нельзя категорически творить. Следующий вопрос. Как поверить, что миром управляет Бог, а не дьявол? Ведь в мире так много зла. Очень хороший вопрос, вполне взрослый. И нужно сказать, что действительно миром управляет дьявол, но вот в той мере, которую допускает Господь, и в той мере, которая как бы способствует грехи людей. Мы своими грехами открываем дорогу дьяволу в этот мир. Если бы мы стремились исполнять волю Божию, вот как Алешенька пишет, вот его это интересует проблема, многие, пожалуйста, не интересуют. Вот если бы все мы стремились исполнять волю Божию, тогда, конечно, миром управлял бы Господь, и никто бы Ему не препятствовал. А так оказывается, что из-за наших грехов, вот в нашу судьбу, в нашу историю вмешивается эта чудовищная, беспощадная, беспринципная, жестокая демоническая сила. Но все равно подчеркиваю, лишь в той мере, в какой Господь этого допускает. И нам нужно всем бороться с этой силой изо всех сил, понимая, что наших усилий не хватит, чтобы преодолеть могущественную мощь, чудовищную мощь. Вот, вот, сатаны. Но надо помнить, что сколько сатана немогущественной, а всемогущей только один Господь. И перед всемогуществом Божиим сатанинская там способность – это нуль. Он ничего не может, если Господь с нами. А Господь с нами только от нас зависит, чтобы мы были с Ним. Вот тогда мы непреоборимы. Подчас мы как-то слишком много о дьяволе думаем. Он этого совершенно не заслуживает. В чине крещения, вот, крестный или, если крещаемый взрослый, священник говорит, отрицаешь ли сатаны и всех дел его, всех ангего и всего гордыни его. И вот крещаемый отвечает – отрицаюсь. Отрек сатаны, отрекся. Иду не и плюню на него. Фу, больше он не заслуживает. О, какое отношение у христианина должно быть к этому лукавому существу. Я объясню, почему. Очень просто. Вот смотрите, вот если ты кого-то любишь, ты можешь за него очень многим пожертвовать. Чем сильнее любишь, тем больше можешь пожертвовать. Вот представь себе, что мать держит ребеночка на руках. Вот какой-то бандит налетает – отдай ребенка, или я тебя зарежу. Не отдам. Вот режешь, но я тебе его не отдам. Правильно? Вот жизнью готов пожертвовать за своего любимого, кого ты действительно любишь. И вот высшая жертва – это та, которую Господь наш Иисус Христос принес на кресте за весь мир. Потому что вот так возлюбил Господь мир, что вот принес самого себя в жертву. Но любая жертва требует страданий, может быть, мучений. А чтобы страдать и вот мужественно переносить мучение, нужно мужество. Значит, чем больше любишь, тем больше мужественный. Теперь спрашивается, а лукавый кого-нибудь любит? Нет. У него есть кто-нибудь, ради кого он мог бы чем-нибудь пожертвовать? Нет. Значит, он обладает мужеством? Нет. Он абсолютный трус. Но очень коварный, очень хитрый, могущественный. Но стыдно нам отступать перед абсолютным трусом. Но мужество – это дар Божий. Вот и молитесь. Господи, дай мне мужество. И будет у тебя мужество, будет у тебя вера, никакой лукавый ничего с тобой сделать не сможет, потому что ты с Богом, а Господь всемогущий. Вот так. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, присылайте вопросы на сайт «Закон Божий», и мы будем рады найти на них ответы. Всего доброго. Господь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова